Итак, здравствуйте! Сегодня у нас в руках вот такая вот небольшая коробочка под названием Конфетная Империя. Это еще одна игра из мира Orange Quest. Ну и здесь будет, в общем-то говоря, совсем немного компонентов, но тем не менее давайте посмотрим, что же нам здесь будет предлагать издатель. Эта игра рассчитана на 9-12 лет старше, от 2 до 4 игроков, ну и игра с этой игра, в общем-то, за 10 минут. Ну и давайте посмотрим, что же у нас внутри. Игра эта достаточно веселая, с большим количеством подлостей. Ну, в общем говоря, для любителей игры Манчкин будет в самый раз. Для тех, кто не очень любит такие подлости, эту игру я посоветовать не могу. Итак, открываем. Ну и что же мы здесь видим? Ну, правила у нас свернуты в такой буклет. Нарисованы они в стиле комиксов из Orange Quest. Вот. Все расписано вот на таких вот колонках. Правил. Ну, здесь, в общем-то говоря, достаточно хорошо расписаны все карты. Я уже в эту игру играл, поэтому скажу, что, в общем-то, здесь все достаточно понятно, играется очень легко с первого раза. Итак, убираем правила. Так, значит, издатели позаботились о пакетиках для карт. Вот. Ну и, в общем-то говоря, сами карты. Давайте их вскроем, посмотрим, что же у нас там есть. Не хочет открываться. Плотная, упакованная коробка. Так. Давайте все-таки уже посмотрим, что же у нас там есть. Так. Ну, карты, в общем-то, напечатаны на глянце, наверное. Даже не знаю, что за материал. Достаточно плотная, но, в общем-то, материал достаточно простой. Значит, ну и здесь мы видим вот такие различные карты. Это, в общем-то говоря, такой колодострой. Мы должны будем совмещать некоторые картинки вот такими конфетами. Половинками конфет друг к другу. И, в общем-то говоря, в конце игры зарабатывать деньги. Ну, вот. Выглядит это примерно вот так. Конечно же, это неправильно с точки зрения правил игры. Но вот такие вот конфеты мы получаем, совместив эти карты. Ну и, в общем-то говоря, каждая карта нам еще позволяет сделать какое-то действие. И, благодаря чему, мы и можем как раз делать различные подлости. Ну, или делать выгоду себе. В общем-то говоря, на этом и все. Да, больше у нас ничего в коробке нет. Поэтому игра очень простая, но, тем не менее, очень веселая. И я советую всем, кто любит веселье и подлянки, себе ее приобрести. На этом, я думаю, что наш обзор закончен. Всем спасибо. До свидания.